всем привет с вами алексей соболев сегодня дам 10 советов которые нужно знать каждому новичку буду рассказывать и про технику катания а также про выбор снаряги let's go первое что вам нужно выучить это катание на плоскоче с одной пристегнутой ногой или катание one foot и по-другому это называется почему нам это надо потому что вы не сможете поехать на бугеле без этого навыка вы не сможете ездить на кресельных подъемников без этого навыка почему потому что приходим на бугель бугель между ног вставляем начинаем ехать и что происходит вы расслабляйте свою заднюю ногу и падайте на жопу а в нее нужно упираться как только вы научитесь упираться в свою свободную ногу которая не пристегнута тогда вы поедете на бугеле то же самое с кресельным подъемником как вы спускаться будете с него съезжать нужно таким образом мы спускаем доску и свободную ногу ставим с внутренней стороны крепления до свободного уперлись в ножку и тогда смогли легко спуститься большинство новичков этого не делают они расслабляют опорную ножку и валятся на заднице поэтому подводящее упражнение на плоскоче взяли толкнулись свободной ногой рядышком с задним кантом лучше всего толкаться толкнулись поставили свободную ножку рядом с внутренней частью крепления до свободного уперлись в нее все проехали пару метров и уже вы смогли отработать катание с одной пристегнутой ногой ну а мы переходим ко второму совету ребята смотрите второй совет как нам вставать да как мы встаем на сноуборде вот вы упали лежите что делать дальше можно попробовать вот так что-то повставать и так далее но это неправильно если мы на попе сидим до первое что мы делаем сноуборд к себе хлоп пододвинули до колени согнули второе мы уперлись уперлись кант то есть если вы в кант не упираетесь вот видите он постоянно выскальзывает надо упереться в кантик понятно да потянули сноуборд уперлись кантик что нам дальше надо делать свободную ручку мы не ставим вот сюда мы ставим рядом с жопкой да мы в нее будем упираться до чтобы нам вытолкнуться а второй рукой мы тянемся вперед вы смотрите вот велись ему просто перфект туда если вы на переднем канте то тут все просто ручками уперлись и встали здесь одна большая проблема вы находитесь спиной к склону поэтому здесь вам необходимо научиться делать повороты чтобы хотя бы развернуться доход и поехать важная штука если вы с папа не можете встать вам нужно перекинуть доску что нужно делать ножку выпрямляем которая ближе к стране куда будем переносить доску вторую подгибаем ручкой свободно под коленочкой берем перекинули все и здесь также встали вот такая простая схема знаете как это делается тогда все будете делать быстро оперативно четко не будете тратить лишнее время что едем дальше алё да да ну как там с деньгами а как с деньгами ты там чё с деньгами куда звонишь тебе звоню кому следующее одно из главнейших правил которое нужно использовать и сноубордистом и лыжником ребята не сидите посреди склона даже если вам позвонила мама даже если у вас заболела ваша кошечка и срочно нужно ответить на телефон ни в коем случае нельзя сидеть посередине склона почему потому что люди не контролируют себя вообще абсолютно начинают ускорять либо лыжника либо сноубордиста либо они не могут разъехаться вам рано или поздно расторабанят спину полностью тут вопрос времени да что мы делаем хотите отдохнуть отъехали в бок трассы все кайфуйте там звоните и делайте селфи ковыряйте в носу постите в instagram stories без разницы если вы упали то мы сразу же стараемся встать и если вам все-таки ну как бы плохо отползти в сторону до на край трассы там самое безопасное место если вы упали и были жить это это вообще полный финиш я об этом постоянно рассказываю но все равно люди продолжают сидеть посередине склона это прям как с моим телеграм-каналом я постоянно говорю что там эксклюзивный контент там интересные проезды во фрирайде какой-то лайф я почу я рассказываю рассказываю а вас до сих пор там нет почему друзья исправьте это обязательно ссылочку в описании к этому видео оставлю кажется мы нашли идеальное место чтобы я вам рассказал как у вас должны работать колени первое правило колени прямые они у вас не амортизируют вам сложнее ловить баланс вы не можете обрабатывать кочки неровности вас постоянно будет подкидывать когда мы сгибаем колени все у нас точку до основную мы встали даже можно и чуть ниже бывает согнутые колени все вот эти кочки которые передо мной я их буду уже в два раза минимум комфортнее проезжать а также когда вы начинаете тормозить на прямых ногах торможение делайте все вы сразу же падайте штабелем ну чаще всего новички так и делают поэтому коленочки необходимо сгибать при торможении на коленочки сгибаем усиливаем угол закантовки значит сильнее прям притормаживаем за счет этого и при этом нам проще ловить баланс согнутые колени просто решают по-другому тут конечно не не проехать но разве что вот так следующее на что хочу обратить ваше внимание это стойка все про нее рассказывают все про нее говорят но вы как райдер должны ее постоянно контролировать потому что все что я вижу на склоне это постоянные ошибки потому что стойка ломается на наша базовая основная стойка коленчат согнутые бедра повернуты в сторону движения передняя рука здесь задняя ручка в локте согнута смотрим вперед по направлению движения куда едем туда и смотрим все вот она да чего не надо делать на заднюю ногу положиться не дай бог да или бедра задницу вперед мы перенесли и вот так катаемся как будто попкой своей пытаемся управлять на самом деле мы управляем переносом веса то есть всего тела то есть колено бедра плечи оп и так же возвращаем в одну в другую сторону но не жопой то есть вот так компенсацию делаю то есть попку вперед а плечи назад и толку в этом нет никакого когда всем телом уходим куда-то в поворот это правильнее давайте покажу пару поворотов неправильных и правильных вы посмотрите на что можно обратить внимание о смотрим 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 шикарно вообще ну просто парень забрал у меня мою работу да самая главная ошибка новичков ребята это скручивание да вот они вы пошли неправильно да вот я могу вам подводящее упражнение дать чтобы вы так не делали руки в боке до поставили и попробуйте теперь вот так вот поворачивать перенесли вес смотрите ровно стоечку как держу от перенес вес вернул вес перенес вес вернул вес перенес вес вернул вес то есть у меня верхней нижней части тела не пляшет когда вы делаете такое подводящее упражнение ну и соответственно что у нас неправильного может быть вот так и вот так вот на заднюю ножку можно уходить во фрирайде да в пухлым снегу если вы ну тонете объективно нос нос доски у вас тонет тогда на заднюю ножку уходить если мы видим вот такой склон у нас . вообще даже чуть ниже основной стоечки потому что здесь бугры да и мы ее сохраняем 1 сохранили 2 сохранили стойку вот вот небольшой небольшое чипы я чуть ли не произошло в целом поехали дальше главный вывод который хочу до вас донести ваша доска вот радиус бокового выреза у сноуборда он должен вам помогать делать поворот когда вы просто скручиваетесь не работает доска вы просто скручиваете верхнюю нижнюю часть тела доска болтается туда-сюда а когда вы держите стоечку делайте повороты вы ее прогружаете и кантик вам помогает делать поворот впивается снег прогружается и у вас сцепление совершенно другое до контроль доски другой контроль поворота вообще на другом уровне но надеюсь насколько смог настолько детально разжевал за такой короткий промежуток времени let's go наверх ребят если у вас вдруг запотела маска да почему это может быть я катаюсь со шлемом у меня все окей то есть маску на шлем надеваю она не потеет если вы катаетесь шапки и надеваете маску на шапку сверху то у вас очень много испарений от лба проходят через шапку и они по-любому осядут на маски на любой она у вас запотеть что делать в таком случае первый лайфхак если маска немножко запотела надевайте ее и про эти метров 50 она может у вас распотеет то что вентиляция которая есть маски она работает и соответственно маска может распотеть легко у меня в принципе такое тоже бывало вообще работает супер такой прием если у вас попал снег внутрь маски не надо его протирать никаким вообще способом особенно вот льдинки да такие кристаллы если вы начинаете их убирать они оставляют царапины остались царапины все вы потом с этой маской ну неприятно будет кататься будет мешать на глазах нам нужно взять маску зайти в теплое помещение и и отогреть не под вентилятором вот так стоим 50 минут до чтобы у вас линза расплавилась а просто в теплом помещении она сама высохнет и распотеет все что надо с ней будет вот но мне повезло больше у меня маска на магнитных линзах если у меня сюда попадет снег я быстро поменял за три секунды линзу вставил и поехал дальше линза держится великолепно то есть я вот сколько катался падал ничего не отлетала вентиляция шикарная угол обзора просто превосходный у нас кстати 5 различных линз для разных погодных условий вообще на любой вкус поэтому по ссылочке переходите забирайте себе такую же прекрасную маску она идет унисекс подходит и девчонкам и парням есть в двух цветах в общем я не нарадуюсь и вам того желаю и так следующий совет касаемо выбора снаряги ребята кто новички ни в коем случае не покупайте себя жесткие сноуборды жесткие ботинки тем более у вас просто ноги отожмутся через 15 минут вы их выкиньте непонятно ботинки или ноги свои серьезно вам говорю особенно если мы говорим про сноуборд почему жесткие доски брать не надо потому что у жестких досок высокая жесткость торсионная что это значит ведь видите что происходит то есть вот я сейчас торсионно скручиваю сноуборд чем больше торсионная жесткость тем сложнее вам делать базовые повороты когда вы должны переносить вес на переднюю ногу в сторону поворота да вот смотрите видите у меня об прожимаю эту часть доски и она как раз впивается в снег когда у вас нереальная жесткость вы не можете этого сделать у вас прям как будто железяка такая под ногами да вы ее на кант поставили и она хреначит и она едет вот поэтому касаемо касаемо выбора сноуборда вот такой однозначный совет если вы новичок берите мягкую досочку ну или среднюю до среднюю по жесткости это будет окей это будет хорошо если у вас жесткая доска она предназначена для того чтобы карвить наглядный был пример привет нагла наглядный был пример как человек сидел практически посередине склона до катается то он неплохо но я честно мне страшно даже бывает вот так спиной оказаться к этим лыжникам сумасшедшим и двумя копьями тебя пронзут насквозь привет егор он у нас снимает на лыжах ребятушки вы когда начали делать базовые повороты чего делать не надо отучайте себя от этого смотрите это соскребать склон сверху вниз если вы делаете подводящие упражнения то это ок а если вы начинаете делать повороты вот вот эти соскребания вниз по склону оп развернулись оп развернулись так делать не надо ребят если вы хотите делать повороты я уже об этом говорил но сейчас мы разберем это детальнее то есть вот в таком соскребание вы не используете радиус бокового выреза сноуборда вот видите у меня есть кант у него есть радиус бокового выреза у переднего и у заднего канта то есть сноуборд не впивается в снег не ведет доска вас по радиусу да и поэтому как бы контроля вообще совершенно нет в повороте вы просто как бы скатываетесь вниз вас тащит вниз а поворота нет смотрите как это нужно делать правильно да повернулись вот 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 использую радиус вот он меня сам видите туда несет повернул вот меня туда несет доска повернул вот особенно это прекрасно когда у здесь кочки да уже конец дня катального неровности какие-то и доска за счет своих контов даже вот с базовых поворотов с проскальзыванием она вот эти кочки разрезает да вы себя увереннее чувствуете контроля больше что еще хотел сказать касаемо техники базового поворота у нас во первых есть об этом полноценный уроку здесь подсказки будет в описании тоже его оставим но еще раз напомню для того чтобы повернуть мы вес переносим а вперед на переднюю ногу в сторону поворота куда мы хотим повернуть да вот хочу я вон туда сейчас куда мне нужно сделать перенос веса передняя нога в сторону поворота и смотри что происходит вот меня повернула но в конце обязательно вес посередине надо вернуть чтобы прогрузить полностью доску да иначе если будете сидеть на передней ноге вас будет постоянно подбивать кочки сейчас куда переносим вес на переднюю ногу в сторону поворота значит он туда смотрите перенес оба опять развернула да вот это чудеса ребята вспоминаем базовую технику должна отлетать у вас от зубов а если у вас нет сноуборда крепление ботинок вообще всей снаряги или вы хотите ее обновить конечно используйте мой промокод магазин кант который дает большую скидку находится он в описании к этому видео самый неочевидный совет который я бы вам дал это слишком широкая стойка или слишком узкая ребят слишком узкую стойку делаете вы вообще баланс не ловите никак если слишком широкая стойка вам сложнее вес переносить просто вот ну как такой большой сумоист вот так вот передвигайтесь на сноуборде да нет вот этой гибкости в коленях вот нету вот приседания да они вот вас не работают так когда они широкие все у вас еще внутренняя часть бедра напрягается перенапрягается да как только мы делаем оптимальную стойку под ваш рост все у вас коленочки прекрасно работают прекрасно нагрузку на себя берут они передвигаются до во всех плоскостях можно покрутить присесть перенести вес то все комфортно все прекрасно вот это высший пилотаж как определить слишком широкая стойка или слишком узкая мы сейчас попробуем найти несколько людей и в целом я могу прям на глаз определить но можно это сделать по-другому есть такая знаете как вот баб бабки наши бабки наши и деды советы советовали вот примерно такое же да чтобы прям не на глаз определять а плюс-минус на глаз вот у нас от кулака до локтя есть расстояние вот на середину ставим сноуборда вот такое расстояние примерно будет оптимальное для вашей стоечки вот сейчас попробуем найти людей у которых стойка неправильная кажется я нашего клиента вон смотри где девушка а можно вас потревожить на минуту можно посмотреть на ваше крепление вот ребята это прокатный сноуборд так сейчас какой тебя рост рост 165 рост 165 доска естественно короче чем моя я сто семьдесят четыре ростом посмотрите на расстановку крепления вот здесь я вот эти выровнял посмотрите что творится здесь на один корпус крепление шире чем у меня как вам такое да делайте выводы то есть я это сразу же увидел вот издалека что я смотрю маленькой девочки идет сноубордик небольшой окрепление вот так стоят что и делать с этим наслаждаться довольствоваться тем что она имеет поэтому лучше обращайтесь в проверенный прокат детский там вам точно смогут правильно подобрать сноуборд или лыжи чтобы не было такого как у этой девочки а по моему промокоду соболев 23 вы получите хорошую скидку например шону вайту широченная стойка она вообще ему никак не мешало выиграть 3 золотых олимпийских медалей вы понимаете вообще но у него столько бы столько просто он на шпагате сидит на шпагате вообще хреначат и ничего нормально все в пайпе у него нормально получается и на трамплинах тоже но как бы для меня это такое старая школа до человек привык просто всю жизнь катается но по факту до удобнее когда стойка конечно поуже чем уж он вайта имейте это ввиду если вы хотите углубиться в технику поворотов неважно базовых или карвинговых либо же фристайл на плоскости может быть фрирайд да то я могу вам посоветовать получить доступ к моим видео курсом по сноуборду где я рассказываю детально с графикой с объяснениями технику подводящие упражнения даю даю обратную связь если вы присылаете видео на разбор у нас также есть наши тренеры которые тоже вам помогают дают индивидуально подводящие упражнения если у вас какая-то ошибка главное снимайте видосы отправляйте их нам вот такой вот вот такое вот решение под ключ всем советую если хотите все-таки с этим разобраться ссылка в описании к этому видео но а на этом все рад что вы оказались здесь в этом видеоролике надеюсь вам было полезно если что также забегайте в мой телеграм-канал много эксклюзивного контента катаем live какой-то еще что-то подписывайтесь на казан подписывайтесь на канал пишите комментарии какой урок сделать еще и объяснить вам буду только благодарен или просто коммент поддержку канала ну что всех обнял и прекрасного всем сезончика пока